Всем привет, с вами Артём Бёрман и уже по некой традиции мой верный наставник и друг Дэвид Финчер. Сегодня я решил чуть вернуться назад в карьере Дэвида и поговорить о его первом удачном проекте, а именно о фильме 7. В частности, я бы хотел остановиться на визуальном представлении персонажа Джона Доу, одного из лучших маньяков за всю историю кино. Из этого видео вы узнаете, как Финчер создавал зловещий рисунок персонажа Кевина Спейси и какими приёмами он это делал. А вы пока подписывайтесь на канал, потому что здесь вы найдёте уникальные режиссёрские анализы и совсем бесплатно. Дэвид мастерски держал интригу убийцы до самой сцены в участке. При первой встрече маньяка с Дэвидом и Уильямом, Джон Доу в основном показан на общем плане. При этом шляпа на голове персонажа одета не просто так. Этим Финчер ещё больше скрывал в тени героя Спейси. У нас нет возможности разглядеть убийцу и это создаёт дополнительную интригу и к тому же добавляет персонажу зловечности. Стоит заметить на преобладании красного цвета в интерьере. Этот цвет единственный ярко выраженный в сцене. Он подчёркивает опасность убийцы. В этой сцене Джон бьёт Дэвида ломом по голове, и мы не видим его лица. Затем мы видим крупные планы ног персонажа. Все эти кадры максимально обезличены. У зрителя не создаётся контакт с персонажем. Джон выглядит всесильным призраком, которого не только нельзя поймать, но даже и увидеть. Теперь очень интересный кадр с отражением, в котором мы видим тёмную фигуру героя Спейси. Персонаж наступает вперёд, и это создаёт психологическое давление, но при этом мы всё так же не видим его лица. Джон оставляет пистолет на детектива и далее один из самых экспрессивных кадров за всю историю кино. Фокус находится на пистолете на переднем плане, но тот занимает очень маленькую область изображения. Большая часть кадра отдана фигуре, которая находится в сильном расфокусе. Глубина резкости в кадре совсем маленькая, и мы по-прежнему не видим лица персонажа. Тёмная фигура в расфокусе создаёт образ безликого дьявола. Сам факт фокуса на пистолете, а не на персонаже, сообщает нам, что оружие важнее, чем герой, и возникает отождествление тёмной фигуры с пистолетом. Джон Доу бесчеловечный убийца, и этот кадр это подчёркивает. Элегантности этому шоту добавляет дождь, который создаёт атмосферу Нуара, и добавляет изображению дополнительную динамику и холодность. Важно также отметить нижний ракурс съёмки и диагональную линию пистолета, которые вносят в кадр напряжение. Теперь перейдём к этому очень хорошо поставленному кадру. Детективы идут в участок, камера следует за ними. Они заходят внутрь, и теперь происходит перенос внимания на передний план. Из такси выходит Джон. В этом кадре мы видим континуум движения во всей его красе. Камера перемещается с одного объекта внимания на другой. При этом движение камеры выглядит здесь мотивированным и ведёт нас к персонажу Спейси. Важно сказать, что детективы в этом кадре говорят об убийце, и выдвигают идею, что он может залечь на дно. В итоге движение камеры здесь обосновано драматургически. Оно связывает слова детективов и появление убийцы. В этом кадре мы вновь видим ноги персонажа, и такое его представление сохраняет интригу и также его обезличивает. Далее герой Спейси идёт в полицейский участок, и мы видим его только со спины. У нас всё так же нет активного контакта с персонажем. Он остаётся для зрителя тайной. В этом кадре мы следим за персонажем со спины. И обратите внимание, что Финчер подчёркивает кровь на рубашке героя, и лишь затем камера поднимается вверх на затылок. Кстати, сам персонаж не зря одет в белое. Во-первых, кровь отлично выделяется на светлом фоне. А во-вторых, персонаж решил сдаться. Это идёт конфликт с тёмным плащом и шляпой героя из прошлой сцены. Также важно обратить внимание на смену погоды. Раньше большую часть фильма шёл дождь, а теперь солнечно. Изменение погоды смотрится неожиданно, так же как и сюжетный поворот, в котором убийца идёт сдаваться. Даже на этом плане тяжело разглядеть Джона, тем более фокус на Дэвиде и Уильяме. Финчер держит интригу до конца, и этим возбуждает интерес зрителя. Затем он даёт реакцию копов, и только потом мы видим первый кадр в фаз персонажа Спейси. Режиссёр максимально долго оттягивал кадр с маньяком. В этом кадре Финчер акцентирует наше внимание наездом камеры. План фаз раскрывает нам героя, и делает это самым эмоциональным способом. Стоит обратить внимание, что в кадре используется нижний ракурс на персонажа, который добавляет ему опасности. Теперь рассмотрим освещение этого крупного плана. Свет идёт в основном от окна позади персонажа. Само лицо больше в тени, но при этом есть маленькие блики в глазах. Такой тональный рисунок создаёт зловещее чувство. Блики в глазах, при существенной разнице в экспозиции фона и лица, отлично играют на драму, и нам кажется, будто персонаж что-то задумал. Также стоит упомянуть нижний ракурс в этом кадре, который добавляет напряжение. Далее Джон одет в алую тюремную одежду, которая максимально приближена к цвету крови. Стоит заметить, что вокруг лишь нейтральные тёмные тона, и этот красный нечем уравновесить. Финчер ставит акцент на героя Спейси таким выделением цвета. В диалоге в машине режиссёр показывает Джона в основном полностью в фаз, при этом через тюремную решётку. Такое положение персонажа всегда выглядит эмоциональным. Герой Спейси очень спокоен, несмотря на то, что он сидит в клетке, которая его перекрывает. Большую часть сцены убийца показан крупнее, чем персонаж Брэда Питта, с которым в основном он и ведёт диалог. Джон контролирует ситуацию, несмотря на то, что сидит в клетке. Финчер подчёркивает это планом фаз и крупностью. Теперь перейдём к финальной сцене. Посмотрите на этот кадр. В нём мы видим очень низкую точку съёмки, которая возвеличивает Джона. При этом основной источник света сзади, и мы видим божественный нимб над головой персонажа. Это отлично играет на драматургию, ибо убийца возомнил себя богом, убивающим за смертельные грехи. А в этой части сцены Финчер показывает Джона на сверхкрупном плане, в то время как Дэвида значительно общее. Убийца полностью контролирует ситуацию. Разница в крупности в монтаже это подчёркивает. Убийство героя Спейси происходит на общем плане, после очень напряжённых крупных. Этим режиссёр создаёт очень резкий переход после эмоциональных крупняков к обезличенному общему плану. Это создаёт акцент на кадре с убийством. Теперь давайте немного подытожим. Для визуального представления персонажа Кевина Спейси Финчер использовал Красный цвет Обезличенные кадры, по которым нельзя понять, кто на них Нижний ракурс съёмки Контровое освещение И контраст в крупности кадров относительно других персонажей. Именно этими приёмами Дэвид визуализировал дьявольскую сущность персонажа Кевина Спейси. А с вами был Артём Бёргман. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, Ставьте палец вверх И конечно же пишите свои комментарии и впечатления по этому фильму. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok